Они немножко тупили, как все начинающие, так же, как в свое время, когда мы начинали, так же тупили. Дил, где Дил? Это 27 миллионов рублей для запуска производства. Ну, я абсолютно верю в этот проект, и тем более я подписал очень выгодную сделку. Придул бутылки. Время 10, и мы уже в Коломне. Нам нужно от вас понимать, какая конкретно нужна подстанция. Это был отличный день. Какой отличный день? История, как мы оказались в Казани, от безысходности, ребят. Мы думали повеситься, потом застрелиться. Мы объехали пол Московской области, вышли за ее пределы. Поняли, что тут нечего ловить. Мы смотрели много разных мест для аренды помещения в России. В частности, в Калуге смотрели, в Рязани я старалась подбирать. Они еще объехали много всяких разных. И ничего не нашли. Давайте подождем все-таки такси. 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 Потом стали понимать, как получить резидентство. Пришли в ужас от их бизнес-плана. Но у нас как бы не возникало сомнений, что мы его не напишем, что мы его не сделаем и не станем резидентами. Да нет. Там просто очень хорошие привилегии и преференции резидентов. 2% на прибыль платим всего. И 17% страховых, да? Да. Так что, в принципе, мы дороже платим, чем в среднем по аренде. Но мы получаем больше плюшек за счет налогов. Не 18%, а платим 2% в первые 5 лет. Очень удобно. Там как бы производство сырья есть недалеко. И, опять-таки, здесь не такой большой тоннаж. Потом автомобильный транспорт. Там дороги хорошие. Перевозка до Москвы, в общем-то, и вообще по всей России ничего страшного из себя не представляет. Смотрите, пожалуйста, по майке. Здравствуйте. Стоим как клоуны какие-то. Вроде забронировали, все сделали, а потом стоим и понимаем, что кто-то въехал в наш номер. 27 февраля. Да, как помню, да? Как же? Забронировали два номера. Прилетели, а брони нет. Вселяетесь на одну большую кровать вдвоем. Они говорят, что брони нету, ну, номера на две кровати. Но нету. Ты можешь зайти в букинг, я не знаю, мне ссылку скинуть, я не знаю, чтобы я показал, нет? Добрые товарищи посоветовали сбронировать отличную гостиницу Татарстан. Которые не стали ехать вообще. Высший уровень. Класс. Я вот в такой гостинице последний раз лет 10 в Анапе, наверное, отдыхал, когда вот деревянные стойки вот этот вот там, я даже не знаю, что под матрасом вот раньше было металлическое. Пожалуйста. Ну, это ваше бронирование. Почему оно не прошло, я не понимаю, почему вы должны спать на блюде. Да, ради бога. Потом пришел главный менеджер. Да, да, да. И сразу появился номер в двухместном размещении. Ну, правда, ребят, не верьте, там полуторанных кроватей нету. Нас положили на детские кроватки. Во сне главное было не переверачиваться. Можно было либо об тумбу хлопнуться, либо об стенку. Вот и спрашиваются, кто из нас пил. Это к чему вот сейчас? На стекло смотри. А я сижу, что-то не вникаю. Как так получается? Самое большое, или большая разница температур, скорее всего. Оттуда ветер сдувает. Ну, конечно, обмазывайтесь. Надо запомнить. Да. Полина Викторовна, во-первых, отличный человек, да? А потом супертехнолог. Лучшего, ну, по крайней мере, я не видел. И говорить о том, что нам фортануло, нам очень сильно фортануло. Причем дважды, как минимум. Мы без химико-технолога вообще, в принципе, такое производство существовать не может. А непосредственно с ее опытом работы, да? С знакомствами. С знакомствами, с партнерами и так далее. Ну, ребят, мы реально попали в точку. Я бывает часто, что смотрю проекты. Этот проект был первым и единственным, который вызвал безоговорочное согласие с тем, что, да, это интересно, это нужно, это полезно. У них было четкое желание реализовать этот проект. И был очень большой страх, а вдруг кто-то перехватит и реализует раньше них. Алла Буга. Да. Сейчас мы увидим наше будущее помещение и узнаем, что нам надо сделать для того, чтобы стать резидентами. Для того, чтобы получить плюшки в налогах и бонусы на экспорт. А вот Андрей. Идемте. А вот Андрей наш. Приветствую. Вот смотрите, у нас тариф сейчас для вот этих групп практически неизменный, да, для этих групп. 2,07. 2,07, значит, у нас это будет тариф за электроэнергию и 630 рублей за киловатт в месяц. А 2,07, это что, рубля получается? Это за киловатт в час. За киловатт в час, рубля. Электроэнергию, да. Теперь о мощности. В вашем случае это будет равномерное потребление, значит, мы путем нехитрых расчетов 2,07, умножаем на 630 рублей, да. Я понял, у нас получается 3,60 с НДС, правильно? Получается 3,97. Еще плюс НДС. И плюс НДС. Просто сейчас вот Андрей уточнит нашу аренду. Андрей, 0,53 это без НДС, но мы на нее начисляем НДС. Дополнительно будет. Вот тогда 5 рублей 15 копеек. Нет, 0,460. Подождите, то 4,60, то 4,40, то мы вылистаем на 5,10. Это мы не проходим так долго. Я просто, как вот расчет будет сначала энергоизбыточной? Не, ну подождите, смотрите, 4,40 и 4,60. Были озвучены две цены, а сейчас у нас получается 5,10. 5,10, это совершенно другое. Кто-то может нам конкретно, скажем так, озвучить цену за киловатт? Сколько будет? Конечно. У нас от ее количества электроэнергии зависит. Нас даже особая аренда не интересует. Но представьте разницу, грубо говоря, у вас будет аренда 100 рублей за квадратный метр, но за киловатт вы будете получать 7 рублей. Понятно, мы от вас побежим. Так, значит, вот у нас первая ценовая категория, которая будет применяться для тарифов ВН 2 рубля 63 копейки. Добавляем аренду ставок 0,6 и умножаем на МДС 4,35. Вот, ну вот, тогда зачем нам? Вам выгоднее написано? Конечно, конечно. Ну, елки-палки, вы меня испугали, у меня сердце чуть не осталось. Мы из Москвы прилетаем, а ну тут хоп, 5,10. Я теперь понял, что имел в виду Владимир, когда сказал, у меня эрекция пропала. 4,35, правильно? Все, вот мы назвали 4,35. Первая категория 4,35, да? Да. Все. По рукам. Ну, у нас 4,35 ударено, как бы все равно 4,35 мы проходим. Просто вы будете звучать голосом? 4,35. Да, такое ощущение сначала появилось, то, что там, ну, ни хрена никто не хочет, ну, никто не знает, какой конкретный тариф. Потому что тарифная сетка все-таки она устанавливается, ну, как я и раньше говорил, государством. Ну, да. А что там и как там, ну, какая-то есть там, может быть, аренда взаимаемости за сети и так далее, ну, за эксплуатацию. Ну, короче говоря, в принципе, все окей. Все как везде в стране. Бардак. Ну, что ж, самое интересное начинается. Посмотри, кабинет мастера, туалет, уборочный, гардеробный, вот так же сделано везде, да? Да, там и на втором этаже тоже. Вообще-то что надо, да здесь и душ можно сделать, а душевую кабину поставить здесь можно же? Конечно. Без всяких проблем. Малый модуль. Склад производства здесь не разместишь. Почему? Не разместишь, мало. Мало, мало. Здесь тупо под линией. Вот прям под линией так высота. Под линией супер. Вон щиток стоит, смотри, когда с линией вот так вот ставишь, вон щиток. Здесь структуры здесь, грануляторы здесь. Класс. Подожди, а вопрос, а если, ну, примерно, мы, допустим, там берем гектар, арендуем, арендуем, делаем там склад себе, временно, ну, не строим пока производство, там делаем склад, да, и берем вот это вот один блок, это же реально? Это же реально, я же говорю, можно. Малой, а почему нет? Хорошо, как ты будешь сырье сюда доставлять? Во-первых, долго, во-вторых, нужно тогда два погрузчика иметь, еще внутреннюю машину, которая тебе будет перевозить сырье оттуда сюда. Ну, транспортер, который взяли в лизинг у Форда. Ну, мы не возьмем с тобой прям сразу никакой транспонтер, хотя бы через полгода мы это можем взять. Согласен, подожди, а вот это участок вообще никак нельзя договорить? Нет, ты что, там лавочки-курилки, это облагороженная какая-то зона, я так понимаю, выйти подышать воздух. Почему, здесь стоянка для транспорта? Ну да, за ней он там, я видел аллеи, лавочки-курилки. Вот тебе прям для градильной. А, вот градильная, вот, вот сюда градильную ставим, ну все. Между ступеньками и этими, вот прям сюда. Вот сюда прям поставим, как и все. Между ступеньками ставим, прям небольшой модуль. Наверное, можно. Окно убрали? Да. А зачем ее поднять? Ну да, осоживание, да. Слушай, ну смотри, мы закладывали на вентиляцию, на пожарки. У нас здесь все есть, да, вентиляция в пожарке. Все есть. Вот это сколько по размеру? Вот мы сейчас зайдем, этот как раз это большой модуль, 1200 с чем-то, да? 1200, ты чего это много? Подожди, Никита, подожди, Андрей. Ребят, стоп, а если вот так реально у нас будет склад? Вопрос дебила. Если у нас вот это, нам хватит, в принципе, для входящей серии, для исходящего. Вот видите, проезд. Ага. То есть, нужно туда въехать. Да, кстати. Это опасно. Чем? В один прекрасный момент придет, вот сюда вентилятор скажет, ребята, идите вы нахер. Почему? Соседний модуль, он сейчас не занят, он под кем-то забронирован, но он никем не занят, то есть мы кого-то можем подвинуть. Подожди, есть такой дерзкий вопрос. А не хотите ли вы нам ждать большое по цене, помещение по цене двух маленьких? Это, опять же, вопрос... Это вопрос генерального директора, в принципе. Ну, в принципе, мы вообще решили бы все наши вопросы и проблемы. Да, на нахер, но он нам большой. Ну, а почему нам вот этот вариант не подходит, простите? Нет, этот вариант... Им есть эти двери, нафиг не нужны. Неплохой. Смотри, мы здесь делаем склад входящего серия. Где здесь? Вот, вот здесь вот. Сюда привезли нам гранулу. Пойдем на ту смотри. Открываешь? Пойдем по ту смотри. Здесь у нас гранулу, да? Мы ее вот здесь складируем. Ну, вон там в углу. Да. То есть она стоит, оттуда мы ее завозим, открываем ворота. Ну, не факт, что ты там сможешь завозить, что там умники тоже не возьмут. Пока есть возможность, имеется в виду. Здесь мы ставим... Да, мы будем запрашивать. Не будем это рассматривать. Не будем, хорошо. Здесь мы ставим деструктора. Вот, у нас один въезд. Все, вот на него реально. Смотри, здесь мы ставим деструктора. В длину и гранулятор буквы И. Да, почему нет? И как раз у нас гранулятор загружает, у нас спокойно... Сразу сырье пошло. Сырье пошло и... А здесь готово мы сырье холодируем. Андрей, мы этот вопрос решим, правильно? Если мы отгородим вот эту часть, грубо говоря, не знаю, там, вот отсюда до сюда, да? И туда будем ввозить там готовое сырье. Если поставим стеллажи для того, чтобы... Разрешение, понимаешь? Ну. Вот тут разрешение пожарных. Ну. Вот из-за чего я дергаюсь. Давай сбоку еще раз подъедем туда же. С той стороны. К тому углу. Да, вот. Иди. Как вы видели, там у них стояли эти... Стеллажи. Да, стеллажи. Да, стеллажи. Да. Да. Стеллажи напрашиваются, всегда аккуратно. Ну, все, обижай, стеллажи. Для бэга стеллаж не нужен. Ты понимаешь, бэк на палете ставишь на него еще один бэк с палетом, и все. Ты не понял. И вот так начинаешь, да? Слушай, ну мы сколько ставили? Подожди, стоп. Ну давай так. Нам стеллаж из металлоконструкции поставить будет. Ну ты тысяча семьдесят. Чего ты ерундой занимаешься? Пусть зато он будет аккуратный и красивый, но мы сэкономим на втором сраном помещении. Хорошо. Значительно сэкономим. Да. Ну и сколько ты на этот стеллаж собираешься поставить тон сырья? Можно в три ряда сделать, спокойно. Мы хотели взять два бокса, сделать между ними проход и там разместить все. Нет, мы хотели два маленьких взять бокса. Ну я и говорю два маленьких бокса, ты меня слушаешь или нет вообще? Вот в итоге у нас там связался с поваром. Да потому что, судя в другом, получается как, вот есть бокс 420 квадратных метров и к нему 100% ты берешь 160 квадратных метров офисной площади. Офисная площадь в 320 квадратов нам в целом было бы не нужно. И по цене офисные помещения в два раза дороже, чем производственные. Кстати, мы их поломали, мы сделали скидку. Бокса хватит для старта, для входящего сырья и мы там за боксом согласовали. Как голосовали? Мы пришли к консенсусу. Давай честно. Ну, к консенсусу пришли. К консенсусу. И как же ты победил? Одно взяли? Ага. А то, что мы нашли компромисс, это опустим? Опустим. А Аллабука это перспективный район. Нет, ну здесь наверное скучно. Да и хрен, мы работа приехали, а не вечелица. Вы знаете, это можно в отпуск выехать и... Мне-то вообще это все равно. Я про вас говорю. А нам что? На самом деле... Они идентичны, но в одном кружка керамическая, а в одном книжка. Точнее, в двух книжках. Вот кружку как раз на Полине Викторовне. Не надо. Че как не надо? Керамическую. Можно чуть поменьше? Может чуть поменьше? Мне с книжкой. Мне с книжкой. Здесь будет делаться история. Русского воска. История русского воска. Мы сейчас попытаемся прокатиться на метро и доехать, конечно, до Альфа-банка и узнать, как нам быстро получить и открыть счет. С налоговой еще не прислали уставные документы. Вот мы сидим тут как на проховой бочке. Печать получили 16-20 декабристов 129 Альфа-банк. Пора ставить точку жирную казанскую. Друзья, всем привет. Если нравится наша история, подписывайтесь на канал Игоря Рыбакова. Ставьте лайки. Обязательно колокольчики. Ну и, конечно же, пишите в комментариях вопросы, мы на них ответим. И пишите, что вы хотели бы увидеть в дальнейших сериях. До новых встреч!